Первенца и подошла про домик окну, а внизу стоял муж. Это самое счастливое? А у всех так? Я когда его увидела, у него такое вот это мгновение непередаваемое счастье. Так у всех же так? А что здесь счастливого? Ну, мало ли. Ленка, интересно, такое счастье, да? Ну, не знаю, все стоят там, орут, а я наоборот сердилась. Че стоят там, орут, мешает нам, вставать надо с постели. Нам тяжело. Все, видишь, по-разному. И поняла через много-много лет. А, ну сразу что, не поняла, что у тебя счастье такое было? Да, это мгновение счастья. Это было мгновение счастья. Я родила ребенка. И больше счастливого не было ничего в жизни? Ну, мало ли. Ну, значит, и много было, но это... Напоминаемое. Это мгновение. Я удивляюсь. Ну, ладно. Ой, это, наверное, конечно, потом все понимаем, а вот сразу у меня была эйфория. Была боль, чужая больница, чужие люди. Все мне действовало на меня. Что неустроенность. Это ж помыться на там. Ну как? Ну, неустроенность. Больница из больницы. Расчески у меня нет. Я сразу пстиханула. Почему у меня расчески нет? Мне сестра... А что не взяла с собой? Ну, я еще об расчески вот думала. Тут в таком состоянии увезли. Ой, все мне раздражало. Мой муж не приехал. Он был на площадке. Была турга. Занесло дорогу с Байконура в город. И никакие мотовозы, тогда не тепловозы, мотовозы не ходили. И мой муж не приехал. И он приехал только 6 марта. Ну, конечно. Родила ты когда? 5 марта. Я его ждала 5 марта. С поздравлениями. Все, он явился 6 марта. Ну, сбухла, конечно, они там на площадке. Ну, его поздравляли, небось, понятное дело. Конечно, конечно. Ну, так как была пурга, а это было очень редко. На Байконуре там не бывало такого, чтобы снега и все. А это вот в 76-м году, 5 марта была пурга. И заняло всю железную дорогу, по которой с площадки, с космодрома ехали. Назывались мотовозы. Да, мотовозы. И их не было. И очень много не вернулись домой, потому что все осталось ночевать. Ну, вот он не приехал, допустим, да? И ты разнервничалась? Нет? И ты понимала, что так оно? Ну, я недопонимала, но я думала, мало ли что. А уже 6-го, когда он приехал, он... А, ты не знала, что пурга? Нет, нет, до меня не доходило, что замело. Ну, мы же там, а они же там. Это же степь. Конечно. Это степь. Ничего, голая все степь. Там, если начиналась эта пурга, то все. Так же, как 23 февраля мы с ним познакомились, это была метель, и был снег, и вот он с мужского общежития меня вел в женское, и мы шли через снега и падали, и все. Это было очень редко. Вообще, там не бывает дождей и снегов. О, встреча в пургу, рождение ребенка в пургу. Да, да. Вот это удивительно. Знаменательная пурга. Нет, я родила 28 июля, жара стояла такая, я постоянно, и там душ у нас для нас был. Июль, да. И я каждый день, тут тысяча раз, там пришла душ мыться, 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 мыться. А, первые сутки фиг приходят, тебя там обрабатывают, никуда не разрешают вставать. Обрабатывают, капитально обрабатывают. И я вот это не любила, это вообще. Ну, родила я, ладно, я так порвалась. Можно сделать 4 300. Ну да, откормила, раскормила. Ничего себе. У меня маленький был, 2 800, маленький, маленький. 2 800, маленький, да. 4 300 я родила. О, раскормила. Я порвалась капитально. И она меня шьет. О, там много шевел. Я говорю, ты, пожалуйста, уйди, ты не трогай меня. Ага. Уйди ты от меня. Да, да. Я ничего, а почему же ты живой, я не понимаю. Или, может, нельзя живую, не знаю. А ты не понимала. А они раньше же не обкалывали. Они не говорили, они шьют и шьют. Сейчас они тогда по-живому шеют. Да, шьет, шьет и это, да. А крючки, вот, запомнил, вот, как его воровецкие, вот такие вот. Да, вот, чут, чут. Вот такие вот, крючка. Угу. И вот она вот, я кричу, уйди ты от меня, уйди, не хочу, я ничего. Сушит тебя. Нет, она говорит, как ты будешь с мужем жить? В этот момент был самый подходящий, как я буду жить с мужем. Я ничего не хотела. Я говорю, ты, пожалуйста, уйди от меня еще. Но она меня дошила. А ребенок ретряно. Это работа. А ты командуешь, уйди или приди. И орет, и орет, и орет. Она говорит, горласто, как мама. Ну, уж тебя горласто не назовешь. Это первый? Первый, да. 4300 его дали. А ужасно. А второго я родила 3400. Большого ты откроешь. Я его родила, как вот второго ребенка, как будто-то чих. Хорошо, легко. Легко, очень легко. И когда меня увезли со схватками, она положила меня на кровать. Просто рукой, там же все стерильные, да? Да, да, да. Она просто у нее рукой обморачивает. И так мне больно стало. Я говорю, ты сдурела, ты что ли? Она проверила. Она говорит. Как открывается мама. Она говорит, что сражается. Они проверяют, как открывается мама. Я говорю, ну да. Я же помню, как это было первый раз. Как это больно, как это мучительный процесс. На столе, я тут же родила. Второе. 3400. Вот тебе счастливые моменты. Думала, счастливые скажете, вы такую боль рассказали. Я сказала, при счастливые моменты, когда я родила, когда уже все дошло. Я забываю. Опять. Продолжение следует...